Всем привет! Меня зовут Наталья, и я рада приветствовать вас в школе графического дизайна. Сегодня в Перми прекрасный день. Конечно, хочется погулять, но мы сейчас быстро посмотрим урок, освоим новые темы и пойдем дышать свежим воздухом. А тема сегодня интересная. Как же нам нарисовать в короле циферблат часов, либо подобные вещи, у которых от центра равноудаленные элементы, расстояние между которыми тоже закономерное. Ну что, приступаем? Первое, что мы нарисуем, это будет окружность. Мы выбираем эллипс в инструментах, зажимаем клавишу Ctrl, введем. У нас рисуется идеальная окружность. По размерам нам без разницы, то есть могут доли элементов, может быть у вас ровное число получилось, не суть. Дальше, чтобы продолжить работу, мы должны пойти в вид, привязать к и поставить знак привязка к объектам, чтобы это была кнопочка зажата. Дальше мы рисуем вот эти главные метки. В примере у меня это штрихи, я, допустим, сейчас хочу нарисовать круги. Рисую круг, сделаю его поярче, чтобы было хорошо видно. И сейчас мы, выбрав его, подносим к окружности, он, видите, прилипает. Прилипает, да, пишет слово «узел» и прилипает. То есть можно даже не проверять, у нас четко встал вот этот вот маленький круг по вертикальной оси и ровно привязался по окружности. Теперь выбираем этот круг, зажимаем Ctrl, введем, одновременно нажимаем правую клавишу мыши. То есть он у нас продублировался по вертикали, если вы не раньше отняли клавишу Ctrl. И то же самое, немножечко на приближение поправить, привязать к окружности. То есть сейчас они стоят идеально по окружности, вертикально. Лучше их вместе выбрать, сгруппировать и поехали копировать. Идем «Упорядочить преобразование», «Повернуть». Выходит меню в правой части экрана. Число копии поставим 6. Поворот на 30 градусов, то 30 умножить на 12, это будет ровно 360. «Применить». Вот у нас встали вот эти наши меточки под будущие цифры. Дальше нам нужно сделать вот эти маленькие метки. Идем таким же образом. Рисуем меточку. Это может либо линия быть, либо маленький прямоугольник. Можно сразу поставить немножечко потолще ее. А дальше я сейчас покажу второй способ рисования. Не как предыдущий, а второй. Мы приблизим, выберем второй раз. Щелкнем по стрелочке, у нас появляются метки такие. И нам сейчас нужно утянуть вот этот вот центр, вокруг которого будет вращаться. Будущие вот эти маленькие деления. В центре большой окружности. Видите, вот тут тоже, поскольку зажата клавиша, выравнивание по объектам у нас тоже прилипает и пишет по центру. Щелк. Все. Теперь мы знаем, что вот эта маленькая черточка будет вращаться по окружности относительно этого центра. Но мы понимаем, что нужно нам поставить вот здесь количество углов поворота 6, да? А количество копий, как мы понимаем, 60. И нажимаем применить. И вот у нас появились маленькие деления между нашими кружочками. Сейчас можно, что сделать? Можно, ну, чтобы не было сложности, мы сейчас вот эти удалим, которые лежат на кружочках. У нас получился циферблат. Можно по-разному оформить было эти цифры. Но нам сейчас отработать принцип самое главное. Дальше мы давайте эту окружность сразу увеличим, покажем, где просто контур будет этого циферблата. То есть эта окружность, по сути, свою уже миссию выполнила. Сейчас мы зажимаем shift, ведем в разные стороны, тем самым мы пока делаем просто будущий вот этот внешний круг. Теперь самое интересное, как разместить цифры вот так вот ровно, идеально по окружности. Для этого мы должны нарисовать вспомогательный объект, как двенадцатиконечный многоугольник. Выбираем многоугольник. Ставим число вершин вот здесь, 12. Можно тоже поставить по центру и сразу будет с shift и с control рисоваться от центра. Отпускаем. Этот многоугольник, двенадцатиугольный, он вспомогательный. Можно сразу его поставить поярче, чтобы было просто видно наглядно. Теперь мы должны с вами заготовить цифры. Цифры рисуются отдельно, естественно, каждая. Берем фигурный текст, щелкаем вне поля и поехали. Цифры 12, ну сразу по размеру подберите, какое это будет написание, какой это будет размер. Давайте, допустим, такой сделаем сразу красным. И нам нужно намножить все вот эти циферки. Так, это будет 1. Отлично. Теперь, поскольку у нас включена привязка к узлам объектов, мы выбираем соответствующую цифру и унесем к этому многоугольнику. Видите, тоже появляется слово «вузел», он прилипает. Раз. И это можно сейчас быстро и быть уверенным в том, что у нас цифры встали ровно, как нужно, по узелочкам. Вот таким образом. Теперь многоугольник сослужил свою службу, мы его просто удаляем. Вот получился циферблат. Дальше осталось, самое несложное, это стрелки. Выбираем свободную форму, ведем к центру, видим, что она тоже привязывается к центру. Щелкнули раз, щелкнули два. Конечно, придать лучше толщину этой линии. Уже подбирайте под свои размеры. Обязательно наконечник. Да, и второй раз выбираем. Перемещаем центр к центру и дублируем вторую стрелочку. По длине тоже решайте сами, какая она будет, какое время будет показывать. И остальные все моменты дизайнерские, конечно, уже решайте сами, как оформить ваши часы. Может быть, допустим, у кого-то будут круги большие, и цифра в них стоит. То есть, не суть. Кто-то оставит только опорные цифры 12, 3, 6 и 9 часов. Тут уже вам решать самое главное, отработать все эти моменты. Я надеюсь, урок был вам полезен. Если это так, то ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, если у кого-то возникают вопросы. Я с удовольствием буду вам помогать осваивать Коралл. А это была Наталья из школы графического дизайна. Всем пока!